Время суток, моя семья, моя интернет-семья. Всем доброго времени суток. Почему-то коронавирус сегодня шок за 31 января 2020 года. Моя точка зрения субъективная мне взяли и заблокировали. Не подходит, не подходит большинству. Хорошо, вот, не подходит. И вот лишний раз я вам показываю, дорогие мои, как, насколько, какую силу имеют фармацевтические компании. Какую силу. Если вы сейчас начнете рекламировать те препараты, которые они рекламируют повсюду, вы можете услышать у Малышева и везде-везде, то вы и будете другом их. Но вы душу потеряете, поскольку вся химия, она просто уничтожает печень в щен. А от этого, вот, от этого заболевания еще не придумали лекарства. Все, что мы можем делать, это мощно укреплять свой иммунитет и, естественно, не только физическое тело, но и духовное душу свою. Вот только тогда мы сможем оградить себя от этого недуга. А теперь я просто перезаливаю. Так что, дорогие мои, уж извините за качество. Это вот так вот поверх прямо записываю и все. По-другому у меня не получится сейчас. Но я думаю, что все-таки эта информация очень нужна людям. Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Вот Ольга Проболис пишет, Олечка мне. Катюша, безусловно, нужно деток развивать. Кому-то дано одно, другому другое и не ставить печати на своих же детей. А что вы думаете о коронавирусе? Мне интересно ваше мнение. Все зависит от иммунитета или не совсем? Конечно, только Богу и слезно, но все же завтра бегу снова за медом делать имбиротерапию. Обязательно, умничка, Олечка, после небольшого перерыва. Да вот я бы, Оля, сказала, что не стоит вообще сейчас делать никакой перерыв с имбиротерапией. Потому что самые такие месяцы, февраль, март, конец января, февраль, март, всегда в это время появляются разные вирусы. Помните, там свиной грипп, птичий грипп. Сейчас вот этот уханьский коронавирус его называют. Я его не провозглашаю, не пишу, как его весь мир провозглашает. Потому что у меня на этот счет свои есть мысли и свое мнение. Почему я сразу и не понеслась все это рассказывать. Ну а сейчас расскажу, потому что я подождала, сделала паузу, взвесила все новости, которые приходили. И вот к чему я пришла. Дальше вы пишете, что завтра бегу снова. Да, правда, уже хочется ее принимать всегда. С уважением к вам. А, имбиротерапию в смысле, да. С нетерпением жду ответа и заранее благодарю. И вот пришло время. Сейчас как раз за это я поговорю. Так, еще несколько сообщений. Name, но name. Так, если нет имени, удаляем. Так и написано. Имя, нет имени. Пишет. Слушай, слушайте, говори порядок приготовления и все. Составы говори. Иди смотри состав в интернете. Иди. Тепь. Так. Дальше. Ольга Родионова. Катенька, подскажите, пожалуйста, можно ли при гастрите пить перекиси соду? Вот. Теперь внимание. Олечка и другие девчата, мальчишки, не нужно мне ставить свои, рассказывать диагнозы. Я не доктор. Я не знаю, что вам можно, а чего нельзя. Я лишь рассказываю о том, что делаю я. Какие решения принимаю в своей жизни я. А что делаете вы и какой у вас организм, это только вам известно. Одному сода категорически не подходит. Мне же подходит очень сода. Кому сода не подходит, они заменяют ее, казалось бы, таким простым, лимонным. Лимонной водичкой тоже хорошо ощелачивает. Подумайте. Но у каждого свое. Если у вас уже гастрит, если вы довели свой организм до вот такого момента, и вы провозглашаете это на себя, то я не знаю. Вам надо только к доктору. Вот. Галина Афентикова пишет. Ну, как всегда, вовремя и доступно. Все прям для меня. Галина свой человек. Исправляю с Катей и вся интернет-семья. Мне стыдно просить, но я сейчас в поисках работы. Помолитесь, пожалуйста, чтобы мне открылись нужные двери. Всем доброй ночи. Девчонки, мальчишки, всех призываю. Давайте за нашу Галиночку Афентикову, за нашу интернет-сестричку помолимся. И попросим Господа Бога открыть ей двери самой приятной, самой подходящей для нее работы. И в финансовом плане, и в моральном, в духовном плане. Чтобы открылись ей нужные двери, как она и просит. Да будет так, Господи. С поспешенствуй Галине Афентиковой. Именем Иисуса Христа. Аминь. Присоединяйтесь, напишите хотя бы «Аминь» под вот этим видео. Так. Дальше. И видите, мне вот нравится, когда девчата, например, Екатерина Шафикова, немедля, немедля присоединяются, немедля пишут. Пусть Бог благословит вас и даст то, чего просите. Аминь. Какая умничка. И вот что у Катюши Шафиковой? Я вам сразу, вот просто на человека посмотрю и сразу скажу. У нее улыбка, у нее радость, у нее благословение идет. А знаете, откуда я это знаю? Потому что вот она дарит людям благословение. Вот она делится любовью. И у нее, получается, нет застоя любви. Ей все время Господь добавляет новую любовь. Постоянно она получает дозу обновленной, свежей, благоухающей любви. Самой последней моды причем. Вот так это происходит. Это я вам на примере показала. Ну, хорошо. Всем спасибо большое. И Ириночке Кэ, я принимаю ваше благословение, которое вы пишете. И Риточка Раменская пишет. Не могли бы вы рассказать, как делается этот продукт? А там я рассказала. А если вам подробно надо, напишите в интернете. И там выйдет. Я уже к этому видео возвращаться не буду, потому что у меня другие немножко плавные. Поэтому не хочу вас обнадеживать. Олечка Салзман пишет. Здравствуйте, Катерина. Меня зовут Ольга. Я вас слушаю уже второй год. Но до вас я в Ютубе совершенно случайно послушала видео, как Иван Павлович Немывакин говорил о соде. У меня в то время была проблема с коленной чашечкой. Образовался висящий мешочек на одной ноге. Затем на второй начало образовываться. На локтях, рук, плечи болели косточки. Врач выписала таблетки, но я никогда еще ими не пользовалась. Только в крайних случаях. Начала пить соду по Ивану Павловичу Немывакину. И все прошло очень благодарно Ему. И вы, Катерина, большая улица, что пытаетесь до всех достучаться. Что надо пользоваться тем, что Бог нам дает. Да благословит вас Бог. Аминь. Принимаю ваше благословение. Вот, пожалуйста, вам результат. Вот Олечка на этом видео про соду. Вот с такой картинкой. У меня есть видео в плейлистах. Называется Немывакин. Зайдите в этот плейлисточек и там все. Еще другой есть плейлист. Называется «Все о соде». И там тоже все, все на моем канале есть. Итак, теперь я... Вот так вот сделаю. Теперь, дорогие мои, я вам расскажу по поводу вот этого так называемого коронавируса. Идет такая массовая, я бы сказала, что ли, медийная атака. Я больше это никак назвать не могу. Всего на материнском Китае количество случаев заболевания превышает 7700. По последним данным, из-за заражения коронавирусом в Китае умерли уже 170 человек. Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Вьетнама, США, Германия, Канада, Рамские Эмираты, Индия, Филиппины, Финляндия, Непал, Камбоджа, Шри-Ланка и еще некоторых стран. Я вам хочу сказать, что вот эта вот атака духовная, моральная и все, она вас разрушает. Не принимайте ее близко к сердцу. Во-первых, приходят на тех, в основном, кто вот это принимает, кто с мудростью не подходит к своему телу. Если вы в спокойствии, если вы в хорошем настроении, если вы не грузите себя вот этими вот атаками... Недавно разговаривала с Ирочкой Малерьевич по телефону и слышу, Таечка говорит, расскажи за бананы, бананы, можно есть бананы? Я прослушала доктора, думаю, послушаю все лекции доктора Комаровского. Он говорит, кушайте бананы, кушайте, потому что этот вирус, он не живет в бананах. Он не живет даже если на банан, даже сопелька если капнула, ну максимум там два дня что-то там может и будет такое живое и умирает и все. Ну, тем более зимой, когда идет весь этот путь, там из Китая сюда. Но я вот думаю, в Китае бананы сейчас, вы меня и зовите. Ну какие бананы в Китае? Ну неважно, это о бананах. Настолько людей уже, я имею ввиду, запугали и люди пустили страх в свою жизнь, что даже детки говорят, вот слышали, а вот то, то. Ну, прежде всего, вспомните, всегда были какие-то вспышки, то там птичий грипп, то там свиной грипп, то там еще какой-то. И все время когда ААА1, H1, еще, вы заметьте, я веду журнал, вот. И как только, у меня три тетради журнала про, и я смотрю этот журнал каждый год. За последние пять лет я просмотрела все свои журналы. И знаете, что я заметила? Что все время, вот в это время, в это самое время появлялись всякие разные вирусы. Люди тут же бросались в аптеки и покупали всякие там пустышки, типа арбитолов и так далее, которые абсолютно никак, вот никак. Вы должны в течение всего года подготовить себя вот до этих двух-трех месяцев. И в сентябре, октябре, там, ну, ноябрь, еще пару месяцев и все. Вот есть такие два-два месяца всегда, каждый год. Если бы вы вели, как я, щепетиль на тетради, вы бы четко заметили в своем дневнике, в журнале, что в это время обязательно кто-то распускает какой-то слух. Захожу сегодня в аптеку, мне нужно было взять масло репейное, у меня закончилось для волос. А я сейчас хочу масочки поделать с репейным маслом, а после этого сделать еще обесцвеченный. Но не сейчас, а туда ближе к весне. Но неважно. Сам факт, захожу, очередь. Я смотрю, такая очередь. И какие-то препараты, и какие-то то. И стоит бедная та старушка и говорит, а мне, у меня нету пенсии, столько денег на лекарства уходят. Можно заменить их на украинские аналоги. И она говорит, да, можно, и там какие-то другие дают. Ну, а доктор, вот я стою рядом с этой бабушкой, пожилого возраста, уже где-то ей, как она сказала, ей за 80, насколько я не сказала. И думают, как доктор выписывает, ведь знает, есть украинские аналоги там, в крайнем случае, да, и можно выписать их. Они гораздо дешевле, но они такие же. Она выписывает самые дорогие, какие-то иностранные. И, ну, для меня и люди стоят, люди такие какие-то злые, ну, видно больные, и поэтому злые, и поэтому какие-то озабоченные все. Ну, вот такое неприятное ощущение я сегодня испытала, сегодня в аптеке. Ну, купила репейное масло, я же говорю, я, если хожу в аптеку, как в магазин, мне, если нужно, это репейное масло, или еще, но стараюсь реже. Это уже такой крайний случай. В магазинах у нас не продают репейное масло, именно репейное масло, мне нравится с перцем, перцом, вот в аптеке. Приходится вот туда идти. А вообще лучше в аптеку не ходить, потому что там здоровых нет, как и в поликлинике, там огромное количество вирусов. Обязательно что-нибудь подцепить, если слабый иммунитет, если у вас сильный иммунитет. Вот вы меня видите каждый день, каждый Божий день, я выдаю видео. Я вам все время говорю, никаких болезней нет, если вы с мудростью к своему храму Божьему подходите. Господь сказал, храни свой храм Божий в чистоте. Вот твой храм Божий, вот твой сосуд, храни его, ведь там живет душа. И все. А как хранить? С мудростью. А где эту мудрость брать? Возьмите, читайте внимательно. Там все написано. И про свинину там написано. Можно ее ухоцеплять, нельзя ее ухоцеплять. Вы после... И заметьте. Вот просто наблюдайте, и вы увидите, что это за вирусы вообще. Откуда они пройдутся. Прошел... Прошли 2-3 месяца праздника. Все впихивали в себя все, что могли. Всякую разную еду. Сейчас идет процесс разложения в кишечнике. Остат вот этой грязной пищи. Плюс еще алкоголь кто-то употреблял. Кто-то еще, еще и вот оно идет. Вот отравленная сейчас печень. Как раз вот сейчас она реагирует. Сейчас она показывает себя во всей своей красе. Вся эта отрава, токсины пошли в кровь. И люди ослаблены. А зачем было так вести себя на новом уровне? А зачем было не соблюдать Бога? А зачем было... И многие вот такие, зачем, для чего? Возникает вопрос. Ответ у верующего человека есть сразу. Потому что, когда ты смотришь сквозь призму веры, века, то тебе, у тебя все на места осталось. Все у тебя, так, ага. Потому что вот то, то, то и за это. Вот. И именно в этот период времени появляется все, что можно. Теперь касательно Уханя. Что такое Ухань? Многомиллионный город. Многомиллионный. Что там есть? Мои личные наблюдения показали, что то, чем занимались китайцы в последнее время, активно, то на их голову и упадет. Есть очень хорошая поговорка. Не копай яму другому, сам на него попадешь. Есть еще очень важная вещь из Библии. Не люби ближнего своего, как самого себя. Люби. А когда ты травишь весь мир, и ты думаешь, что как оно, как оно там, просто, просто ничего не бывает. Зачем вы разрабатываете биологическое оружие? Вопрос. Вот чаще задавайте вопросы, и вам самим станет все понятно. Вы скажете, с чего ты это взяла? Ну, откуда ты это взяла? Ну, вот я держала паузу, пока вот Оля меня спрашивает. И другие меня спрашивали не один раз. Я молчала на этот счет. Молчала, потому что ждала. Очень многие. Люди думают, да, вот она не отвечает. Когда я не считаю нужно сейчас, на данный момент отвечать, я не отвечаю. Когда у меня вот все построилось, есть вдохновение, есть желание именно на этот вопрос ответить, я не митленно отвечаю. А когда мне говорят, ой, вот там напишите рецепт, а там кто-то, да, вот мне делать нечего, я сейчас сижу именно и жду, пока мне скажут. А вот вы везде пропишите рецепты. Я беру 3000 видео и сижу, пишу рецепты. Ни работу забросить, стройку забросить, все забросить. Семью, все, все свои дела. Вы заметьте, меня нет ни в каких сетях. Я не участник соцсетей, вообще никаких. Меня они не интересуют. Я не хочу себе голову забивать всякое ерунду. Каким-нибудь там твит, твиттер, инстаграм. Все, как они успевают, я просяду. Им что, делать нечего? Нет, у меня одно обе есть, ютуб. И то только с той целью, чтобы поделиться самым сокровенным. Со своими родными, близкими. Со своей семьей и со своей дародинкой. И вот так. Возвращаемся к Ухану. Смотрите внимательно, что я прочитала на сайте yunian.net. Вот я видеофиксацию делаю yunian.net. Идем вниз. И что же мы читаем? Мы читаем. Недалеко от Уханя находится лаборатория по производству биологического оружия. Так, 28 января 2020 года. Я не знаю, как вы, что думаете вы, как считаете, полагаете, если в городе лаборатория по производству, внимание, биологического оружия. Это как, случайность? Ну, вот представьте, ваш город, не дай Господь, Херсон, например. И у нас есть, это же не в каждом городе существуют такие опасные лаборатории. Лаборатория по производству биологического оружия. И мне все стало понятно. Где-то какая-то была совершена ошибка. И этот вирус совершен. Вот почему я говорю, не рой яму другому. Все, что производит оружие поражения людей, все, что направлено против Бога, будет поражено. Будет жутко поражено. Страдать будет очень сильно, потому что это по наблюдению. Возьмите Гитлера, возьмите Сталина, возьмите других. Это по наблюдению. Мы 70 лет, страна была ужасна. Отставали на 100 лет и сейчас отстают бывшие страны Савдеппель. Некоторые ушли вперед, но прибалтика, потому что вовремя вырвалась. А так, те, которые еще мриют, мечтают про пандемизм и заражены этой страшной бактерией, как и те, которые фашизм, они саморазрушением занимаются. Итак, Читары. Уханьский институт вирусологии является частью секретной программы по разработке биологического оружия. В 30 километрах от эпицентра вспышки коронавируса в Ухане находится лаборатория, которая может быть частью секретной программы Китая по разработке биологического оружия. Смертоносная вспышка коронавируса, который охватил мир, начался в 30 километрах от ведущей китайской исследовательской лаборатории по вирусам Уханьского института, сообщает asbi.com.ua с ссылкой на портал news.com.au Австралийские новости. Издание цитирует бывшего сотрудника израильской разведки Дани Шохама, который утверждает, что Уханьский институт вирусологии является частью секретной программы по разработке биологического оружия. Некоторые лаборатории в институте, вероятно, занимались исследованиями и разработками китайского биологического оружия, по крайней мере, по совместительству, но не в качестве основного объекта, заявил Шохам, бывший специалист МОСАДа в области биологической и химической войны. В то же время в Китае предположение относительно того, что вспышка коронавируса является следствием разработки биологического оружия, отрицает. Ну, понятное дело. Кто ж вам скажет? Нет никаких доказательств того, что это было биологическое оружие. Да, вот сейчас поедут за доказательств. И любые заявления тех, кто намеренно распространяет дезинформацию, безответственно, сказал профессор, исследования безопасности ВИБИН на рамках. Они и про верующих христиан также говорят, что их не мучают, что никто их в рабы не записывает, что их не уничтожают в Китае, что их не гоняют христиан верующих. И мусульман, кстати, ведущих, там у них этих, я рассказывала, что у них и с мусульманами идет война страшная, и с христианами. Они тоже, вот точно так же они говорят. Это дезинформация, какие ваши доказательства? В то же время профессор Наранг сомневается в том, что вирус 2019, вот этот НСОВ, это биологическое оружие, эффективное, ну он, Наранг, я имею в виду, китайец, сомневается. Он сомневается. Он не говорит прям нет, он просто сомневается. Может да, может нет. Кто знает, сам китайец, который оттуда. А вот из МАСАДа, предполагает бывший специалист в области биологической и химической войны, вот я больше доверяю ему, вот этому шахаму, специалисту МАСАДа. Я ему доверяю. Вот вы спрашиваете, мое мнение. Мое мнение таково, что это вот ту гадость, которую они производили в этой мерзостной лаборатории, такие вещи я называю мерзостью. Все, кто разрабатывает оружие, выпускает, спальсирует вот эти все страны для введения войны, вылезают в чужие страны, химическое оружие, биологическое оружие распространяют по всему миру, все они, все они, для меня являются мерзостью. Только мерзостью. И больше никак. Я антимилитарист. Я против горки. Я против того, чтобы детей одевали военную форму. Я против того, чтобы была вот такая милитаристская шизофрения. И я против этого. Я против всяких биологических лабораторий по вот такому смертоносному оружию. Я против всего. Вот кроме вот такого, то, что вы сейчас видите, ничего больше это не приносит. Но я знаю, что Господь нас защитит. Вот сколько Он отрезок нам дал, если мы мудро к этому отрезку подойдем с трепетом и с благодарностью за этот наш отрезок, вот мы его пройдем ровно столько, сколько Он нам дал. Я в этом просто не сомневаюсь. Просто не сомневаюсь. Поэтому, а кто пренебрежительно относится к этому отрезку под названием жизнь, кто пренебрежительно относится, кто, знаете, как кидает периодически обратно этот подарок, делает вызов Богу. Как раз это те, которые еще и производят смертоносное оружие. Они делают вызов. Делают, но и получают. Не только они, все, кто молчат, и кто вместе с ними. Ежесарь си. Вот. Поэтому такой мой ответ вам. Что я склонна доверять Шохаму, бывшему специалисту Масада, в области биологической и химической войны. Вот. И что там Наран утверждает? Это лишь лепет. Просто оправдание. Потому что, как мы видим, очень часто те, кто слишком много грязи, мерзости в мир приносят, они все время лгут. Все время лгут. Постоянно лгут. Тотальная ложь. Причем заразили всех еще своих жителей, своих государств тотальной ложью. Они накручивают против других людей. И вот он, этот Наран тоже склонен, как он говорит, я сомневаюсь. Нет. Нет. Мне кажется, что нет. Но он сомневается. Понимаете? То есть он не говорит конкретно, нет. Потому что сейчас уже начала работать во всю разведка. Сейчас все равно до чего-то докопаются. Он просто не знает до чего. И они резко закрыли Ухань. Все. Ухань закрыта. Полностью. Туда нельзя сейчас не приехать, не выехать. И все. Вот такие вот дела. Дания. Что сделала? В Дании опубликовали скандальную карикатуру. Вы можете это в интернете набрать и увидеть. У коронавируса из Китая. Какую карикатуру? Они нарисовали, я не хочу просто ее демонстрировать на своем канале. Они нарисовали флаг красного цвета. И вот этот вот вирус. Знаете, там у них звездочки же, да? Пятиконечный знак сатаны. Вы знаете, да? Такое коммунистические звезды на китайском флаге. Пятиконечный. Это, все знают, что это пентаграмма, что это знак сатаны. Вот. А они вместо звездочек нарисовали вот этот сам коронавирус. Кругленький такой с этими штуками. И вокруг вместо этих звездочек тоже маленькие коронавирусики, которые направлены на весь мир. Как типа оружие. Вот так вот они нарисовали. В Дании. Ну и посольство Китая в Дании потребовало извинения от датского издания, которое вот это опубликовало за публикацию карикатуры о новом смертельном вирусе из Китая. Вот. И вообще мне кажется, что не стоит над этим вот так шутить. Мне тоже кажется, что это уже слишком. Потому что этот вирус забирает жизнь. И отмечается, что карикатура, о которой идет речь, была опубликована в номере постэнса 27 января. И на ней вот как раз то, что я вам сказала, китайский государственный флаг нарисован. То есть я тоже считаю, что над флагом, над гимном, над гербом, над всеми этими делами ни в коем случае нельзя как-то смеяться, уничижать, унижать и прочее. И по мнению китайской стороны, карикатура вышла за пределы этических границ свободы слова. Оскорбила Китай и обидела чувства китайского народа. Все чувства, все оскорбляются. Так, автор карикатуры, художник Нильс Бо Бойсон, от которого посольство тоже потребовало извинений. От комментариев он отказался. Вот так вот. Но редактор, что сказал редактор? Он сказал, что его издание не хотело оскорбить Китай или задеть китайцев. Тем не менее, он отказался извиняться и удалять изображение. Этот рисунок, в отличие от многих других карикатур, отражает состояние мира прямо сейчас. Так он сказал. То есть они свободу времени, свободу слова, сатиру, сатиру они не убирают. За сатиру они не сажают. И сатиру нужно принимать в такой острый, иногда больночий, но в то же самое время и с улыбкой. Сатира – это все-таки ирония жесткая. Жесткая ирония. И поэтому, поскольку у них сатирический журнал, они считают, что сатира может быть любой. И стоит ее принимать как сатирую, а не как что-то серьезное. Вот это то, что я, Олечка, думаю. Это то, что я думаю. А что нам делать? А нам нужно укрепляться, нам нужно и духовно, и физически выстоять, и мы выстоим, и молиться за то, чтобы Господь оградил нас от всякой болезни, от всякой нечисти. Особенно хорошо в 90-й Псалоне читать. Читайте, мальчишки, девчонки. Вы себе будете на духовном уровне ограждать от этого всего. Кроме того, конечно, берегите свое физическое тело, храм Божий. Берегите с трепетом, с мудростью. Смотрите, что вы поушаете. Сейчас максимально усилий на то, чтобы укреплять свой иммунитет. Чтобы быть сильным. Здоровья вам, пусть Господь Бог дает. Благословений, любви и радости в каждом дне. Не позволяйте вот этим вот информативным всяким атакам расщеплять свой мозг. Посмотрите, сколько людей уже с расплавленными мозгами ходят. Это ж жутко оскорбленный, униженный, озлобленный. Никому не улыбнись, кому не улыбнешься, что ты улыбаешься. Жизнь прекрасна и удивительна. Поверьте мне, каждый день. Каждый день как всего лишь один день. Как целая жизнь. Проживаем, а дальше видно будет. Пока-пока. Добрый раз. На сегодняшний день все прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok